Всем еще раз привет! Это наш очередной интервью с каучсерфингом. Это у нас Филипп. Расскажи немножко о себе, о чем ты занимаешься. Всем привет! Я из Смоленска. Занимаюсь, в первую очередь, понятно, каучсерфингом. Работаю когда-как. Сейчас вот в основном на удаленке, дома, IT, программирование. Не знаю. Стараюсь изучать какие-то новые, так сказать, дисциплины. А в чем какие качества и какие у тебя? Хобби. Сейчас вот зима началась. Буду на лыжах кататься. Горные лыжи люблю. Ну и вообще экстремальный спорт. Иногда в компьютерные игры играю. Это как несерьезные игры. У тебя дочь три года, да? Да. А как ты вообще давно в каучсерфинге пришел и почему? Что тебя подвинуло? Каучсерфинге пришел с четырнадцатого года. Примерно тогда же я обзавелся от своей квартиры. Отдельно от родителей. То есть три года уже, да, получается? Да. Около того. Узнал ее из программы телевизионной Орел и Ряшка. Да. Да. Вот. И, ну как, мне сама ну всегда путешественники нравились. И я решил вот людям помогать. Соответственно, тоже путешественникам. Угу. То есть тебе понравилось? Что тебе понравилось? Ну, сама идея взаимного, так сказать, взаимопомощи. Угу. И безвразумия зны, наверное, в первую очередь. А какие идеологии вот ты видишь в каучсерфинге для себя? Какие ты еще идеологии видишь? Нет. Ну, как бы понятно, что это общение с разными людьми, совершенно разными. У меня много всяких личностей останавливалось. Я могу узнавать людей с разных сторон, разного уровня. Не знаю, как объяснить. А самые интересные у тебя гости откуда были? Или кто он может быть? Ну, интересные. Интересные, наверное, были все в какой-то мере. Ну, с дальней стороны довольно. С дальней стороны был израильтянин. Вот. Но он именно русский не говорил. Ехал на мотоцикле. Каждое лето в Европе, я так понял, берет в аренду мотоцикл и ездит, куда ему интересно. Работает он учитель музыки. Интересно. А это легко было разговаривать вообще? Практика английского вообще получается? Ну, да, конечно. В языке тут можно практиковать. Но, в основном, английский. Нет, из-за моих странных. Ну, я бы не сказал, что трудно, но я его понимал. Мне трудно выражать свою мысль на английском. Ну, это практика нужна. Много таких нюансов. Я изучаю английский непрофессионально. На курсах читаю литературу, которая мне нужна. Ну, в целом, наверное, трудновато все-таки. Понимать его мог понять, а объяснить нет. А с какой периодичностью ты принимаешь с себя курсорферов? Есть какая-то периодичность или это по настроению? Нет, практически всегда, когда есть возможность. Как приходят запросы, я, опять же, не единственный в Смоленске. И тоже есть ребята, которые принимают. Ты бы хотел, чтобы у тебя больше было гонцерферов? Да, конечно. Конечно. Сейчас я этим занялся. Ну, не знаю. Не могу сказать, что бывает такое, когда надоедает. Пока что не было. Пока что не было. Да, бывает просто приходят такие странные запросы. Ну, как странно, неуважительные, может. Ну, вряд ли это кому-нибудь нравится. Кто-то это воспринимает просто как бесплатный ночлег, можно сказать. Ну, в какой-то степени это так и есть. Но, в первую очередь, конечно, надо проявлять уважение и адекватность. Я и на неделю у себя принимал человека. Насчет иностранцев еще. Были две студентки. Ну, одна русская, а другая ее подруга была из Малайзии. Они учатся в Москве в медицинском. Ну, она тоже по-русски не разговаривала. Да. Была экзотифика, привезла там свои эти приправы азиатские. Еле грыз очень острый. Не помню, как это назывался. Ну, в общем, тайский суд какой-то. Понравилось, конечно. Да, да, да. Ну, это всегда интересно, какие-то культуры вызывать непривычные для себя. Ну, да. Ну, что ты можешь пожелать нашим зрителям, которые нас смотрят и вообще на Клубсерферам? Таким же, как ты и гостям. Пожелать могу, наверное, только больше путешествий, чтобы они всегда были позитивными и никогда не обременяли вас ни временем, ни средствами. Ну, и, конечно, заниматься любимым делом. Это точно. Верчам себе не отказываться. Точно. Ну, все. Вот так вот. Едем дальше. Пока.